здравствуйте 6 марта 2022 года 20 часов 15 минут я подключил к диктофону олимпус более чувствительный микрофон я думаю что лучше будет слышно сейчас со стороны чернигова раздаются от звуки от взрывов сегодня практически весь день чернигов бомбят и обстреливают пушками сейчас возле дома здесь найду более такое тихое место где не дует ветер чтобы микрофон не задувало потому что нормально не будет слышно вот послушайте как гремят взрывы эти чернигов обстреливают с разных направлений чернигов это крупный город областной и сегодня самого утра методично обстреливают этот город стреляют по жилым домам по школам по детским садикам по больницам в общем по мирным объектам аэродром который находится в чернигове ну да сафовский аэродром где пилоты учились летать на маленьких легкомоторных самолетах его вероятнее всего что разбомбили для того чтобы там самолеты не могли садиться но там взлетно-посадительная полоса не очень большая их там крупные самолеты не могли сесть а так небольшие самолетики ну реактивный самолет может быть и сел бы который с активным торможением парашютом садится вот я сейчас нахожусь за своим домом и как раз меня тут этот дом притеняет от ветра и я смотрю в сторону чернигова и вижу вспышки света на небе облачность луны нет звезд не видно облака есть со стороны черниговая слышу шум вот стоит дороги который идет из гомеля на чернигов шум машин транспорта слышно звук мотора и движение транспорта вероятнее всего что это российские войска там туда-сюда движутся передислоцируются и вижу вспышки в небо идут вспышки света от запуска снарядов которые из пушек обстреливают чернигов из пушек это еще до десны как говорится то есть не перешли через чернигов через десну чернигов взять не могут чернигов героически сопротивляется вот послушайте звуки я вспышки света вижу расстояние большое километров 50 по дороге и по прямой если так по карте посмотреть на километров 45 наверное будет расстояние может быть меньше чем 45 километров вспышки света я вижу а звук конечно приходит позже потому что скорость распространения звука в воздухе вот какой вот звук пришел тут у меня коты бегают услышали что я разговариваю они тут бегают по траве лапками шелестят и травинками шелестят и мяукают отвлекают так что война это никак не прекращается карлик пух это бункерная крыса сидит на километре на километровой глубине бункере в своем в уральских горах спрятался или на алтая там у него оказывается две горы и две норы есть в кремле одна и две еще в горах глубоко там можно и 10 лет жить в том бомбоубежище которое на случай ядерной войны это нора выкопана и там целый город как говорят люди которые там бывали и там практически цивилизация может ядерной войной вся покрыться а в том бункере можно 10 10 лет жить и вот он туда запрятался боится даже своих своего это свою эту лошадь грустную этого министра иностранных дел лаврова на расстоянии 7 метров с ним встречается и шойгу эту мчсовскую дешевку министра обороны россии тоже так встречает то есть боится даже свое окружение идут тяжелые бои под киевом буча гастомель ворзель ирпень с той стороны пытаются российские захватчики это шобла фашистская пытается в киев пробраться никак им не удается преодолеть и они там бомбят обстреливают из минометов расстреливают и людей которые пытались эвакуироваться из репеня и дома обстреливают в общем там сумма сошли эти российские военные потому что они голодные им жрать нечего они грабят магазины сегодня здесь в селе я узнал что залезли в центральный сельский магазин воровали его там и продукты какие-то украли и спиртное в общем жрать нечего курить нечего их еще заставляют приказом в такой холод воевать от вспышки света я вижу сторону чернигова вспыхивает вот сейчас звук дойдет вспышку я увидела звук он 368 метров в секунду насколько я помню еще со школьных уроков физики такая скорость распространения звука во влажном воздухе при температуре плюс 4 сейчас у меня 0 градусов электричества нет мобильной связи нет вот какая мощная вспышка огромная произошла телефон стационарно не работает все аккумуляторы в телефонах и в смартфоне разрядились ноутбуке там еще чуть-чуть маленький заряд есть но я его не включаю потому что в доме плюс 7 температура и отопление еще не смог организовать сделать дровами печка неисправно и я занимаюсь ее ремонтом так что я тоже мерзну в доме а на ночь обещают по прогнозу мороз где-то градуса 3 4 и до 8 градусов мороза сумской области тростянец яхтырка тяжелые там бои и в сумы значит это чума черная фашистская российская лезет пытается захватить этот областной центр и винницу сегодня крылатыми ракетами обстреляли вот и в сторону одессы там ракеты летят обстреливают так что безумие говорят что в россии распространяет такую фейковую информацию что это якобы военная операция такая локальная с точечными ударами а на самом деле это крупномасштабная война по уничтожению украинского населения по уничтожению жилых домов больниц роддомов школ учебных заведений техникум и институты все вот эти вот здания расстреливаются для того чтобы устроить здесь разруху ветер подул северный ветер дует я сейчас нахожусь за домом но задувает тут может быть микрофоне будет слышно это все украина мужественно сопротивляется этой фашистской российской агрессии этой необъявленной войне сегодня уже 11 день войны народ сплотился уже нет такой нервозности и паники как было в первые дни кто хотел кто мог уехал западные города украины и за рубеж словакию в венгрию в румынию в чехию в польшу вот но в основном население осталось на своих местах постоянного проживания в случае объявления воздушной тревоги бегут в бомбоубежище прячутся но я тут никуда не прячусь потому что здесь село оккупировано она находится на расстоянии приблизительно 50 километров от границы с россией километров то есть 60 километров от границы с россией километров 50 до чернигово по дорогам село это не бомбята но оккупировано здесь ездят военные машины вот эти российские они тут под под лесом за селом стоят лагерем сюда время от времени приезжают ну они как бы тут базу такую устроили лазят тут по домам обворовывают людей забирают у них продукты забирают легковые машины снимают с них номера или не снимают номера на легковых машинах вперед переодетые в гражданскую форму ну то есть ту одежду которую людей забрали ездят по селам и смотрят где что находится где какой магазин куда можно залезть где можно ограбить магазины где что можно украсть для того чтобы продержаться на воровстве то есть шаромыжные языки шантропа шпана сраная российская армия хваленая состоящая из голодранцев шаромыжников и нищебродов влезли на старой древней еле еле ездящей техники еще наверное советских времен выпуска влезли войной на территорию украины свободной независимой и хотели за одни сутки захватить всю украину из низвергнуть украинскую власть и объявить тут новую российскую власть и сделать из украины федеральный округ украинский или как они там думали его назвать фиги им получилось это все сделать украинский народ противостоит этой банде ничего в них не получается скоро время придет такое что украина выстоит и будет еще от россии получать репарации а россия сократится до размера московского княжества со столицей в москве и так и как была всю жизнь волосом золотой орды так она и останется сейчас весь мир отвернулся от россии изолировал ее и свифт отключили и мастер-карт виза ушли из россии и в общем там полная жопа рубль там упал по сравнению с долларом до таких низин что ниже плинтуса как говорится слава защитникам украины слава украине слава героям украины и слава всем здравомыслящим людям во всем мире которые помогают украине в это тяжелое для нас время всего вам хорошего до свидания до следующих выпусков моих сообщений